Добрый день! Сегодня у нас новости Турции. Впервые открывают подобное видео на YouTube. Для вас я расскажу, что я живу в Турции, город Стамбул. И я перевожу на русский язык новости, информацию, что у нас здесь сейчас происходит в Турции на данный момент, чем живет страна, что показывают в новостях, что люди обсуждают в соцсетях, в Твиттере, в Инстаграме, в Фейсбуке. Вообще их мнение по поводу их жизни и реакции на какие-либо происшествия. Довольно-таки тяжелый выпуск у нас будет, потому что хороших новостей фактически нет. В основном новости какие-то у нас угнетающие, но такая правда жизни у нас на данный момент. Помните, 13-го числа, это последние мои новости были, был теракт на улице Истекляль. И спасибо всем, кто соболезновал. Смотрите, еще после очень сильно закрутилась вся эта информация, вся эта новость про теракт. Буквально в течение одной недели пришли очень много соучастников этого преступления. Арестовали очень много людей. Это было несколько заходов, 8 человек, 10. Это люди из разных, кстати, стран, это не только люди из Сирии. Граждан Турции вроде бы среди них не было на тот момент, как я помню, могу ошибаться. Может быть, уже и появились, потому что вот эти вспышки в новостях огромное привлекалось внимание к этому, что вот здесь арестовали, вот этих взяли, они все причастники к преступлениям. Сейчас вот там их допрашивают, сейчас они будут, в общем, колоться, рассказывать. Это очень сильно быстро, в течение одной недели все закрутилось, куча арестов. Там, кстати, были ребята из СНГ в новостях, я видела. Короче говоря, вся эта история очень быстро закрутилась. Потом была у нас саммит G20 встреча, где тоже летал Эрдоан, присутствовал, общался с Байденом, была встреча. Естественно, это тоже обсуждалось, что после этого Байден там заболел, что у него якобы не ковид-отрицательный тест. Но именно после встречи с Эрдоганом, встреча тоже здесь в Твиттере, это обсуждалось. Кто-то там ерничал, шутил на эту тему. Ну, просто, да, это знаково, да, укрепление политических позиций президента. Затем, буквально на следующий день Турция начала войну с Сирией. Это была атака, атака там дронами, в общем, я не особо, знаете, сильно в этой терминологии военной. Но, в общем, атака была не солдатами, а каким-либо оружием тактическим, видимо, да. И сразу же при этой атаке умерло, погибло 15 человек со стороны военных в Сирии. Потом был ответ в Газиантепе. Погибла женщина-научитель, ребенок, мальчик 5 лет. И это очень сильно разнеслось. И просто весь вечер, когда это произошло, и на следующий день в новостях только и говорили о видео с похорон этих людей, плачущих их родственников, что, черт побери, за что, вот мы просто жили. Собственно, вот эти ужасные террористы, что они творят. В общем, давайте, нам это надо. Я не хочу вдаваться в тонкости политологии, что, почему, закономерности. Я думаю, люди, которые эти темы интересуются, понимают закономерность некоторых действий в политиках. Я просто хочу отметить, да, как всегда это делаю, как Лизя относится к тому, что происходит в стране. И у нас здесь, я говорила, и это лишь подтверждается по факту, живая политическая борьба есть. И 50% общества, у нас разделены за политическую партию, 50% это оппозиция разношерстная. Так вот, 50% в обществе смотрят телевизор, слушая президента, поддерживают его, говорят, ну да, надо, нам очень страшно. Они вот теракт сделали на такси, и, соответственно, где еще гарантия, что такого дальше не будет продолжаться. Другая часть населения страны, другие 50%, они говорят, противоположны, они копаются в фактах, сомневаются, ставят все это под сомнение, требуют доказательств и условно там обвиняют президента в том, что все не так просто и не все не так однозначно. Давайте мы в этом покопаемся, давайте не будем гнать коней, быстрее кого-то ловить, называть как-то, садить, обвинять и кого-то там убивать в ответ. Давайте будем разбираться. Эти новости потихонечку отходят на второй план, и я четко вижу, что любой инфоповод очень активно у нас раздувается, лишь бы он только был, к сожалению. Сказал, новости сегодня будут тяжелые, инфоповоды у нас трагические, они есть. В общем, буквально пару дней назад у нас было огромное землетрясение, 6,1 балл. Это землетрясение происходило в 4 часа утра, я все это прекрасно на себя прочувствовала, вам сейчас расскажу. Но сама сводка, новости такие, что это было в городе Дюджи, это город посередине дороги от Стамбула к Анкаре, то есть, ну, по сути, в середине там страны. От Стамбула это 200 с лишним километров, там 250 примерно. Толчки были такой силы, 6,1 балл, вот, например, мой дом рассчитан на 7,1 балл. У нас там есть шарниры, которые, скажем так, качаются, поэтому у нас вот эти качки, амплитуда движения, она всегда очень высокая. Мы очень активно в квартире нашей чувствуем землетрясение, да, но это гарантия того, что дом не развалится. Хотя землетрясение в нашем доме уже есть, старые трещины были не от этого, а до этого. Ну, в общем, короче, типа, оно у нас будет устойчивое здание. Пострадало около 45 человек оказались в больнице, обратились за помощью. Никто не погиб, слава богу. Это просто ужасные кадры, вы можете посмотреть в интернете, насколько это было сильно. Я не могу их вставить в видео, потому что у меня YouTube заблокируют кадры из новостей других. Но вам так скажу, камеры наружного, в магазинах все везде попадало, поломалось, шкафы у людей попадали, которые от пола до потолка огромные, да, посуда побился, это окей, это вообще предсказуемо. Ну, например, меня лично поразил кадр, когда снимают камеры видеонаблюдения на улице, да, это не какой-то этаж, чем выше, кто не знает, да, тем ты сильнее ощущаешь землетрясение, сильнее раскачивается помещение. Так вот машина такси стояла просто на улице, просто камера видеонаблюдения стандартная, и машина, стоя просто на асфальте, ее вот так вот подкидывает, она просто шатается. И вот это жесть, вы представляете, даже на улице едят, и бы это почувствовали, хотя обычно на улице это не чувствуется. Чем опасны и страшны эти землетрясения? Тем, что, вот смотрите, никто не погиб в разрушении, как разрушение есть в Дюджи, есть пострадавшие, немало, несколько тысяч домов уже зарегистрировано, что им нужен либо ремонт, либо что-то разрушилось, в общем, нужна какая-то финансовая помощь этим людям, да, надо что-то решать жильем, что-то разрушение есть. Но опасно тем, что, помните, возможно, вы в курсе, возможно, помните, была катастрофа просто разрушения землетрясения, больше 7 баллов в 98-м году, и у всех турок панический страх к этому, это тоже было ночное землетрясение, когда просто сотнями разрушились дома, и тысячи людей погибли. Это не обошло ни одну семью вообще в стране. И у каждого здесь есть до панических атак, они очень многие боятся землетрясений, особенно ночных. И чем опасны землетрясения? Люди в этот момент в панике начинают не на автоматизме безопасности у своей заниматься, например, спрятаться под стол, возле какой-то стены несущей или шкафа, если нижний этаж у тебя первый, второй, выбежать на улицу, на открытое пространство, нельзя пользоваться категорически лифтом, естественно, лестницей и балкон. Это первое, что рушится. Так вот, люди выбегают на балконы, кричат, вопят. И вот это землетрясение, которое было пару дней назад, этим же характерно. Около пяти человек, я точно не подсчитывала, но на моей памяти около пяти-шести, в тяжелом состоянии в больнице, потому что они от страха, когда было землетрясение, оно было очень сильным, кстати, в этот раз, они выпрыгнули с окон своих. В Стамбуле два человека. И они переломают себе ноги, руки, спины, они могут остаться инвалидами просто из-за своего страха. Когда говорят, ну что же не предупредили, у нас же вот недавно было обовещение, две недели назад было, если кто не знает, тоже в Турцию можете приехать, периодически телефон, внезапно такой страшный рингтон, аларм происходит желтого цвета смс-ка на английском языке, внимание, поберегите свою жизнь, бла-бла-бла-бла-бла. Это проверка сигнальной системы на случай ЧП ситуации наводнений, там селей, землетрясений, чего-то такого. В эти моменты это проверка, да, то есть надо там, условно, свой тревожный чемоданчик, кстати, у многих здесь в Турции они есть, это сильно активная опасная зона, там документы, вода, еда легкая, там теплая одежда и так далее, фонарик, зарядка, чемоданчик, пакетик стоит у дверей у многих или в каком-то месте. Они, кстати, даже отдельно продают в магазинах, можно приобрести или в интернете, тревожный чемоданчик с вот этим там жгут, там какая-то первая себе помощь необходимая, бинты, батарейки, вот эта вся история. Так вот, вот этот аларм-звонок, это когда уже произошло? Меня тоже об этом просили рассказать, да? Условно, чтобы люди знали, что в стране что-то произошло страшное, и надо сейчас выйти с чемоданчиком на какую-то открытую зону пространства, покинуть свое помещение, да? Это не во время землетрясения будет звучать, а после уже как предупреждение, ну, не то что предупреждение, а сигнал, да, что надо что-то делать, в общем, надо спасаться. Что-то страшное уже произошло, то есть побереги себя. Вы представляете, если бы ночью в 4 утра еще такие страшные, на телефонах эти смс-ки гудели, там очень сильно разрывается телефон в этот момент. Расскажу, какое-то землетрясение встретила я. Это была жесть на самом деле, я была морально к этому не готова, потому что у меня болел ребенок с температурой 39-4 дня, и я уже была настолько вымотана ночами, я нормально не спала. И это была первая наша спокойная ночь, должна была быть. И в 4 утра я проснулась от того, что у меня просто жестко надо мной трясется люстра, но не так, как... Я понимаю сразу, что это землетрясение, я понимаю прекрасно, что оно уже такой активность и такое, но сильное, что как будто кто-то взял рукой люстру, и он просто вот так швыряет из стороны в сторону. Я говорю, что у нас дом еще катается, да? При этом падали детские игрушки, шкафы выпадали, посуда, кстати, не побилась, не выпала почему-то. Слова богу, это было короткое землетрясение, в районе 30 секунд, не больше. Тем более нам эти отголоски толчков пришли, не сам эпицентр был. Но они были... Амплитуда этих движений была очень сильная. Я это отмечаю, моя подружка отмечает, что она тоже слышала гул в этот момент, бетонно. Прям звук такой, у-у-у, страшный звук был, очень не характерный для землетрясения. Просто ощущение, что вокруг все гудит. Вот у нас отключили сразу же, автоматически сработал блок воды в нашем помещении. В Дюджи вырубило весь свет в городе сразу. Но это на случай, если разрушение, чтобы не было пожаров, затоплений различных. Например, здание не разрушилось, но разрушилась труба воды, да, и может затопить внизу людей, они могут и утонуть, остаться закрытыми в своих квартирах и тому подобное. Вот это все сработало. У нас свет не выключался, но отопление, вода остановились на час всего лишь. Потом все обратно заработало, запустили. В Дюджи света долго не было, несколько часов. Так вот, даже у меня здесь в Стамбуле люди выходили от вот этой панической атаки страхов. Люди выходят на улицу, и у меня до 5 до 6 утра, в 5.30 я последних людей видела, они ходили, у меня просто под окном вот это пространство, место встречи при землетрясении, мини-парк такой, там люди ходили, они боялись вернуться домой. Такой сильный страх. Дюджи вообще, люди, естественно, первые два дня вообще-то не жили, не ночевали. Вот этот страх вообще прийти домой, остаться там, в квартире вдруг все опять произойдет, чтобы вы понимали, да, как здесь живет Турция. В общем, землетрясения здесь никуда не денутся. Из таких последних еще новостей, которые я не освещала, я подумала, ну окей, расскажу вам. Вы знаете, что Турция в инфляции, у нас продолжают, кстати, расти цены очень сильно. Вот последний месяц я это еще больше почувствовала. Было некое затишье, там а-ля август, сентябрь, октябрь месяц, цены не сильно росли. Но вот с конца где-то октября, начала ноября у нас опять большой скачок, рост пошел. Помните, я вам рассказывала, пример будет всегда Денге, молоко, фирма Денге, Пенар, Лактос Сюз Сюд, литр молока, мы когда-то начинали новость, он там 8, 7, 50 лир стоил. Вот в данный момент, в августе месяце, это молоко стоило 20 лир, примерно 21, сейчас 26. За ноябрь на 5 лир литр молока подорожал. Чтобы вы понимали, что происходит по всем ценам везде тогда, во всех отраслях эта история. Сыры, молочка, естественно, и мясо, все вот эти всегда продукты наши самые важные, всегда сразу дорожают. Овощи еще держатся, но это тоже заметно по сравнению с прошлым годом. Если я смотрю овощи, цену овощей и фруктов, они все в 2 раза стали, конечно, дороже от цены в прошлом году. Но это не мудрено, там уже по 3 раза должно быть дороже, по сути, еще придерживают как-то цены. Есть такой, такая, такой блогер в Турции, в ТикТоке, больше всего подписчиков в Ютюбе. В ТикТоке есть страничка в Инстаграме, но популярность в Ютюбе 200 с лишним тысяч подписчиков. Этого блогера зовут Мика Джамрау. По непроверенным данным, о моей в основном как зрителя, догадки, что это блогер, это блогер-трансгендерная персона. Ну это слышно и по голосу, очень симпатичная, ухоженная девушка, но по голосу очень слышно, мне кажется, что это трансгендерная персона. Какого рода контент? Развлекательный, болтологический, ничего супер интеллектуально интересного и такого прочего. Для своего возрастной аудитории, немножко трэша там тоже есть, аудитория типа а-ля там 18-23 года, вот такого возраста. В общем, я не являюсь подписчиком, но когда произошла эта история, я посмотрела канал, листала некоторые видео, ознакомилась. Так вот, что произошло? Блогер снял тиктоки, видео, оно, кстати, не супер какое-то популярное, оно заверсилось и набрало просмотр уже после, когда это прошло. То есть это не... Конечно же, это была провокация, набрать подписчиков, просмотров, естественно, залететь в рекомендации. Но это была очень глупая провокация, необдуманная, незрелая персона, назовем так. Так, почему? Девушка смыла в унитаз 100 лир купюру, говоря о том, что вот в мире сливают деньги, типа набирают просмотры, а я, пожалуй, тоже солью наших 100 лир, типа потому что они... Это я, недословный перевод, да, условно, их уже можно смыть в унитаз, потому что на них уже ничего не купишь. Ну, это вопрос к инфляции в стране. На самом-то деле, это же о больном, о живом, о нашем. Конодательство нельзя, портить флаг, народные символы, портреты Ататюрка, деньги, флаги турецкие и так далее. И, конечно же, есть активисты, которые тут же написали донос, заявление, проверить, заявка есть. Сейчас идет дело открыто, идет расследование. Я не слышала, чтобы эта персона была под арестом. Скорее всего, нет. Это, скорее всего, будет административка по этому... По этой статье. Но это расценили как именно оскорбление, унижение, издевательство над самим Ататюрком, который изображен на этой бумажке. Не над купюрой, не про правительство и государство, а над самим Ататюрком. Ну, так звучит статья, ничего удивительного, но, казалось бы, все отношения людей говорят, ну, глупость, это тупость, не надо было так делать, необдуманно, по-детски отношения такой у людей. Они понимают, чем это вызвано, и это поддерживают. Это больная тема каждого в обществе сейчас, в Турции. Но исполнение довольно-таки подкачало. Люди не одобряют форму, как это было высказано, это высказывание. Не одобряют также, что здесь кемалистов очень много. Большинство людей обожают Ататюрка или, как минимум, просто благодарны за то, что Турция — светское государство. Здесь определенный патриотизм и культ личности, да, существует, до сих пор его продолжают поддерживать. А вот такие новости Турции на данный момент. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, продвигайте это видео, пожалуйста. Если вам нужна моя консультация психолога, в инфобоксе под видео моя почта всегда есть. Пишите на нее консультацию, я вам отвечу, мы с вами встретимся в скайпе. Спасибо за внимание, всем пока!